День оружейника в Коврове по традиции начался на площади Победы. Гости возложили цветы к вечному огню в память о защитниках Родины, погибших в Великую Отечественную войну. Губернатор Александр Авдеев поздравил жителей Коврова, которые трудятся на оборонных заводах. Глава региона отметил вклад ковровчан в победу в Великой Отечественной войне, а также в укрепление обороноспособности нашей страны. История Коврова напрямую связана с героическими подвигами и в тылу, и на фронтах войны. Ведь действительно, 80 лет назад большое количество противотанковых ружей, каждый третий пулемёт, каждый второй автомат был сделан здесь, в Коврове. В торжествах принял участие заместитель председателя Законодательного собрания области Роман Кавинов. Он напомнил, что в 2011 году Ковров получил почётное звание города воинской славы. Мы, жители Владимирской области, искренне гордимся тем, что Ковров носит и такой титул. Один, наверное, единственный город, который в годы войны, где не было сражений, где не было боёв, но тем не менее за величайший вклад в дело победы удостоен этого высокого звания. Поэтому ещё раз искренне поздравляем ковровчан с Днём оружейника. Лучшим работникам оборонных предприятий выручили благодарности за успехи в профессиональной сфере и добросовестный труд. Центральным местом торжеств, посвящённых Дню оружейника, стал мотодром-арена. Для гостей показали театрально-художественную композицию «Ковров. Город твоих побед». На мотодроме состоялось шествие представителей городов воинской славы. Почётными гостями праздника стали делегации из 23 городов России. Они приняли участие в торжествах и обсудили перспективы развития муниципальных образований. Главы городов отметили, съезд проводится впервые с начала пандемии. Ковровчанам представители власти пожелали успехов в социально-экономическом развитии. Сегодня у нас был такой насыщенный день. Вы знаете, очень разносторонний город развит. То есть всё есть. И мотоспорт представлен, и дзюдо, и самбо. Ну и, конечно же, ансамбль Александрова. Это было супер. Настоящим подарком ковровчанам в День оружейника стало выступление прославленного ансамбля песни и пляски российской армии имени Александрова. Татьяна Гордеева и Анна Коновальчикова.